Ученик третьего класса Ваня Исаев – частый посетитель Самарского литературного музея. Рассказывает, здесь не только можно побывать на экскурсии, но и изготовить поделку. В этот раз он пришел на мастер-класс «Город добрых дел», где вместе с другими ребятами сажал в импровизированное кашпо семена кориандра. Мне понравилось, получилось довольно неплохо. Я его назвал «Бобик». Он, если бы был человеком, стал бы художником. Во время мастер-класса детям рассказали, как ухаживать за растениями и бережно относиться к природе. «Город добрых дел» – это серия активностей для детей, которые несут в себе практическую, творческую и экологическую составляющую. Занятия такого плана для совсем маленьких детей, они в первую очередь связаны с какими-то добрыми делами. Поэтому и «Город добрых дел», потому что каждое занятие будет связано к уважительному отношению к природе. Вот на прошлом занятии мы занимались переработкой, то есть они все какие-то немножко с такой социальной направленностью. По мнению родителей, которые приводят детей на занятия в Самарский литературный музей, это место располагает к творчеству и пробуждает интерес к культурным ценностям. Это не просто обучение, когда там их информируют, о чем-то знания передают, а вот это особая атмосфера старого дома. Для детей мало где можно найти такую атмосферу, где бы они вот эту старую Самару впитывали. А тут еще все сопровождается полезными делами и действительно обучающими программами. Музей анонсирует новое мероприятие под названием «Таинственная усадьба». 31 октября посетителям расскажут историю здания с деталями и таинственными подоплеками. Галина Топилина, Константин Головин. События.